Ну, хочется всем возразить сразу по поводу вообще, а зачем нужно было разрешать такое количество денег вывозить из России? Любой мир ограничивает, мне кажется, как бы там ни хотеть. Это не свобода, это грабеж. Я считаю, что это просто грабеж, когда люди миллиардами вывозили отсюда, миллиарды миллионами, и складывали где-то непонятно в каких-то банках, и зачем это все нужно было. Нужно было ограничить, это еще изначально. Тот же президент должен был дать на это эмбарго определенный. Значит, следовательно, многие из вышестоящих людей это делали в первую очередь сами. Вывозили этот капитал нагло, когда была открыта дверь, шлюз, скажем так, и все это туда везли. И нормальные люди понимали, что эти деньги, почему они не выходят. Вместо того, чтобы туда везти, надо было сразу развивать эти деньги, можно было что-то там иметь. Я не против, и думаю, что многие граждане могут иметь там какую-то недвижимость. Но должны были быть какие-то ограничения всему. Одно дело, там несколько сотен вывезли, или там несколько миллиардов, даже там несколько тысяч, да? Но это никак не миллиарды, которые были, просто грабили страну, как могли. Поэтому сейчас попробуйте у человека забрать деньги. Естественно, туда вывозили прятать эти деньги. Деньги не работали, как правило. Они работали там в каких-то, может, других вещах. Я глобально, может, не знаю, что там происходит. Но по ощущениям, которые происходят в стране, мы бы лучше с грязью боролись этими же деньгами. Мы лучше бы на улицах делали чистоту в городах, понимаете? Строили бы какие-то вещи, детские сады развивали, школы, учителям бы добавляли. Отсюда надо добавлять, понимаете? И сейчас, естественно, идет такая парадоксальная ситуация, несколько конфликтная, потому что вроде бы надо бы вернуть. Президент просит этим самым, говорит, давайте денежки, верните, ребята. Но кто же из богатых-то вернет по Ленину-то? Никто не захочет капиталисту отдавать свое, кромненькое. Надо, значит, дать какую-то возможность им энные суммы как-то все-таки вернуть по-человечески. Где контроль денег? Их очень трудно контролировать. Всегда, когда суммы большие, куда уходят средства? Если бы конкретно, говорит, вот, допустим, ты, Березовский, вот ты, Абрамович, ты занимаешься вот этим, курируешь? Вот некое богатство. Давай ты займешься здравоохранением, ты будешь по этой стезе идти. Возвращай деньги, ничего не будет на благо Родины. А ты занимайся школами, а ты занимайся дорогами и чистотой. А ты сельским хозяйством. Вот так надо делать. Наверное, просто конкретно, мы любим, когда нам говорят, вот, иди сюда, подметай здесь. Так оно лучше. Мы знаем, когда поставим задачи. Русским надо ставить задачи. Они не пугать или там, вот, если вы не привезете, вы везете там. Надо привлекать сюда людей, понимаете. Вот смотрите, что, строили машинные предприятия, сейчас некий кризис автомобильного. Потому что переизбыток машин-то на самом деле получился для меня. Вот мне кажется, не потому что только ударил так инфляцией, не потому что так кризис у нас наказал, санкции якобы такие. А мы не готовы, потому что. Потому что все было завышено уже 20 лет назад. Как цены на нефть поднялись, сразу завысили на все. Если сантехник сегодня приходит и просит, извините, несколько тысяч долларов, чтобы сделать там 2-3 розетки, это уже, это о чем-то говорит. Единица людей. Когда у нас южная национальность работает больше, чем русские сами. О чем это говорит? Поэтому, мне кажется, возвращение капитала, это очень сложная задача на самом деле. Люди вряд ли захотят. И многие держат в кубышках эти деньги. Так что боятся какие-то. У нас нет стабильности. К сожалению, каждый год что-то меняется. Каждый год что-то, тоже пенсионная реформа, такая же проблема. Надо было половину оставить, как было в России, в Советском Союзе. Очень было все грамотно. Многие вещи были сделаны. Работала система. Сегодня лебедь, рак и щука, к сожалению. Вот они сидят там, все депутаты в корпусе, какие-то иногда совершенно нелепые вопросы решают. А существенно, когда выходят на улицу и говорят, что грязно, я думаю, что надо вот эти деньги привлечь, чтобы у нас грязи не было в городе. Чтобы у нас было чисто в стране, везде. Чтобы у нас обочины были правильно построены. Чтобы у нас грузовики не заезжали, на грязь и не везли это все в город. Просто примитивно. До этого больно на это смотреть. Потому что все страны чистые. Надо конкретно говорить. Так, ребята, боремся с грязью. Все. Каждый выходит без субботника у своего подъезда. Чистит, убирает. Вот так. И все эти деньги пустить на что-то прилично понятное. Что мы умеем делать. Ракеты запускать. Военная какая-то история. Не знаю.